Дагестан 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 Он четыре дня после назначения, все заметили, не встречался с Агитпашою Махановым и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому она отреагировалась с опасением. Ну, зная Дагестан, уверен, что попытки коррумпирования уже были, уверен просто. Если их не было, то тогда просто я вообще не знаю, как устроен мир. И, конечно, то, что в правительстве Абдулатипова есть люди некоторые, которые имеют за спиной конфликтную историю, Абусупьян Хархаров, например, это Дагестан тоже заметил. И это не всем понравилось, потому что все знают прекрасно о конфликте между Магомедом Гаджиевым и Чародинцами и Хархаровым вокруг порта, Бахачкалинского порта. А там обсуждают, кто более эффективный менеджер, Гаджиев или Хархаров, и так далее, и так далее, и так далее. Ясно, что они друг к другу относятся не очень хорошо. Вот наличие в правительстве конфликтных узлов, конфликтных людей, на мой взгляд, говорит о том, что это правительство скорее федеральное, потому что эта ситуация позволяет федеральному центру активно вмешиваться в режиме ручного управления в дагестанскую ситуацию. В пользу этого говорит и назначение постоянного представителя Дагестана в Москве русского. Очень толковый такой человек, как говорят, я с ним еще не знаком. Но, по крайней мере, это уже не этническое представительство, а это уже эта фигура в Москве, представитель Дагестана, это ясно, что это политическая фигура в режиме политического управления. Поэтому вопрос не в Абдулатипове лично, вопрос в том, что насколько он реально является ставленником федерального центра, насколько федеральный центр решил навести в Дагестане порядок. Могу сказать, что если федеральный центр на самом деле решит навести порядок, а не просто поднять одну группировку в противовес другой, то народ Дагестана безусловно поддерживает, это укрепит позиции федеральной власти российского государства. В этом даже можно не сомневаться. В сентябре этого года у нас будут выборы в двух республиках, в Ангушетии и в Дагестане, соответственно. Считаете ли вы, что население готово к выборности руководителей? Любой иной исход подорвет легитимность власти. Если будет опять назначен какой-то человек сверху, это опять приведет к появлению кланов, к появлению, не знаю, противооборствующих групп и приведет к эскалации насилия и терроризма. Уверен просто на 100%. Выборность, да, в ходе выборов будут проблемы. Выборы, если они будут, эти выборы будут непростые. Но если пройти этот тяжелый период, если люди будут уверены, что выборы прошли с минимальными нарушениями, то, что нарушения будут, это я тоже уверен на 100%, это будут попытки подкупа избирателей, подтасовок, там, каруселей, все это будет. Это специфика регионов, по крайней мере, там, завышение явки при ее отсутствии. Но если это будет прямый выбор главы, во-первых, я думаю, не будет никаких межэтнических столкновений, это абсурд. Более того, думаю, что выйдут два или три кандидата, достаточно представляющих разные группы людей. И народ при нормальном голосовании примет эту победу. Эта победа будет гораздо больше степени победы федерального центра, чем назначение федеральным центром какого-либо человека. Потому что тогда этот человек получит легитимность, другой совершенно. Поэтому, если федеральный центр поддержит прямой выбор, он укрепит свои позиции и в Дагестане, и в Ингушетии. Назначив же кого-либо, он только усилит конфликт между разными группами элитного влияния в этих республиках. Это, естественно, приведет, в том числе, думаю, к общему обострению и политической, и террористической обстановки. Вы считаете реальными шансы Евкурова вновь выиграть выборы? Ну, я не знаю, так трудно обсуждать такие вещи, да, почему нереальными. Что нереального в том, что офицер, человек, который много сделал для республики, опять может победить. Да, у него есть немало противников, немало тех, кто его не любит. Есть серьезные конкуренты. Единственный реальный серьезный конкурент, судя по тому, что я знаю про Ингушетии, это Руслан Аушев. Но он, скорее всего, и не пойдет на выборы. В отсутствии Аушева у Евкурова есть все шансы на победу.